Всем привет! С вами Андрей Санар. Сегодня будет прямой эфир с производства. Я буду там, но немножечко поснимаю своей вот этой камерой снаружи. А всю запись эфира вы сможете посмотреть на нашем инстаграме. Так что, с праздником! Желаем всего самого хорошего вам! Спасибо! Походите в столовую! Походите в столовую! Мальчики, по скриптам, две секунды. Мира в семье, мира в душе, мира во всем мире, в конце концов. Простите нас, женщин, только потому, что женщина вам дала жизнь. Но она имеет право ее, вам усложняет. Ребят, поздравляем! Спасибо! Начальник идет в последнем. Сейчас ничего не останется. Мы делаем эксклюзивные сапы. Например, сапы сверхбольших размеров, сапы под моторы. Это под электромоторы делают такие электросапы. Делаем сапы с какими-то дополнительными возможностями. Сапы для рыболовов с рыболовными обвесами. Вот такими сапами мы очень сильны. И не забывайте, что они все по индивидуальному дизайну. Значит, вы будете выделяться среди вот этих вот обычных сапов. Вот так ведутся стримы. Лучше смотрите их в Инстаграме. А тут на Ютуб я выкладываю только как бы показать, как это все делается. Вот процесс изготовления сиденья для Веги. Сварной варвар. Варвар сварной. Специально буду крутить. Говорят, чтобы я не крутил камеры, а то тошнит. А вот так вот специально. Настоящий мореплаватель должен обладать отличным вестибулярным аппаратом и не быть подверженным укачиванию. А тут дно есть, но оно прозрачное. Шутка. А вот это, друзья мои, сварной варвар. Раньше считалось, что варвар сварить невозможно. А теперь вот он. И даже складок на нем меньше. По ответь сама на вопрос. Какой становится лодка, если на него поставить боковой транец? Насколько я поняла, если поставить боковой транец, то лод становится моторный. Это правильный ответ? Это правильный ответ. Они стоят параллельно друг к другу. А сам транец Крепится особым образом. Из-за чего получается абсолютно прочная, монолитная конструкция, которая не гнется, не ломается, и при этом вся она весит меньше 2,5 килограмма. Помните, есть кто-нибудь знаком? Мы изменили технологию изготовления одной из самых плягов моделлы лодок. Это варвар. Теперь там сварные швы, и мы немного изменили в крови, и теперь там стало меньше складок. Основная проблема, мы можем показать на видео. У нас очень много влезет клиентов из-за того, что на варваре часто образовывается большая складка. Можно, собственно, посмотреть на варварах, которые не сварные. Это вот сверху. Давай подойдем, тогда будет очень наглядно. Вот сверху, вот ты видишь. Вот такая большая складка. Мы не знали, как это отобороть. Удалось добиться вот такого результата. Вот здесь уже этой большой складки нет, соответственно. Эстетика появилась, и надежность в том плане, что шел в праваре. А на веге сварные не начали еще? На веге пока нет. Следующий этап. Она способна отлить любое количество воды, которое в него попадет. Вот можно просто занырнуть, как подводная лодка, и кокпит моментально осушается. У этой лодки самый эффективный самоотлив среди всех-всех лодок, которые только есть. Кокпит или кокпит? Кокпит. Л-3ТТ. Реинкарнация знаменитой Л-3М. Очень хорошо у нас эта лодочка пошла. Она и на воде себя ведет прекрасно. Это Лэшка. Лэшка. Эта лодка, кто не знает, была создана примерно лет 50-60 назад. И называлась она тогда Л-3М. И являлась самой лучшей надувной грибной лодкой. А мы ее сделали из материала ТПУ. И она получила новое рождение свое. В сварочном цеху всегда шумно дует теплый-теплый воздух. Вот на таком расстоянии температура воздуха примерно градусов 35-40. Вот на таком расстоянии температура воздуха где-то градусов, наверное, 50. А вот если я вот прям туда руку засуну, там уже градусов 600. И у меня рука немножечко обгорит. Конструкторы у нас тут. У нас прямой эфир. Всегда недовольны, когда ее снимают. Она работает, работает, работает. Занимаются на работе только работой. И... Уходите, уходите, уходите. Вот этими чудесными руками наших талантливых конструкторов... С этого начинается история. Меня и так не любили вы все. Уходите. Мы тебя все любим. Саночки окунь. Народ все больше и больше оценивает. Санки просто замечательные. Я вот не знаю, можно ли сделать их лучше. Вот такие санки. Удобные, функциональные. Про пластиковые корыто я уже и забыл. А еще очень здорово с такими санками подкрадываться к другим рыбакам. Надувные корыто, когда их везешь по льду, они не шумят. Так раз, 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 втихаря подкрался сзади кому-нибудь, кто ловит хорошо, заподжопил. Шуму меньше, рыба меньше беспокоится. И это целиком и полностью полезно для рыбалки. Да, вот пока был прямой эфир, я сказал о лодках Action Dry 415 скользко. А теперь скажу более подробно. Эти лодки у нас испытывали профессионалы, которые занимаются коммерческими сплавами. И признали эти лодки лучшими среди других бурноводных аналогов. Потому что по скорости отлива воды из кокпита и по управляемости этим лодкам равных нет. Единственное, они откатывали вариант длиной 385 и сказали, надо немножечко увеличить длину для полного комфорта, для того, чтобы размещать все-все, что им требуется. И мы сделали модельку длиной 415, которая сейчас оказалась идеальной. И они заказывают вот эти лодки для коммерческого использования. На сайт эта моделька еще не выложена, но если вы в ней заинтересованы, обращайтесь в наш отдел продаж, звоните, пишите. И мы эту лодку можем для вас сделать. Лодка замечательная. В общем, работаем в ожидании резкого-резкого подъема продаж. Увеличиваем наши ресурсы, улучшаем все, что можно улучшить. С вами был Андрей Сонар. Всем пока.